Рада победы скрывать не буду. В общем-то, понимал, что тяжелые условия были. Понимаю, что тяжело будет с футболистом обеих команд и вопрос может быть где-то и удача, может быть где-то и в первую очередь удача, в первую очередь везение будет благодаря этому победа. В первом тайме, в втором, все-таки Панцов Раймальт хорошо горизонтали в атаке, в большей степени в первом тайме. Во втором, в большей степени в обороне организовали, но очень хорошо организовали, очень хорошо строили игру и хорошо взаимодействовали. Я благодарю ребят и спасибо болельщикам, что пришли. Погода крайне тяжелая и не то, что играть, а перемещаться на ней крайне тяжело. Всех поздравляю с победой, рад победе. Спасибо. Вы согласны с тем, что во втором тайме все-таки Ромель больше играл по счету? Я согласен с тем, что не то, что по счету. Понимаете, когда в подсознании все равно сидит тот факт, что ты выиграешь, есть тяжелая погода и вопрос где-то сохранить счет. Наверное, он имел место быть. Конечно, мы всегда хотим, чтобы счет приумножали, чтобы был и за первым, второй гол, за вторым, третий, за третьим, четвертый, пошло, пошло. Мы всегда это хотим, но опять же повторюсь, что погода крайне тяжелая, более чуть тяжелая. И мы видели чемпионат Европы, когда футболисту плохо стало, и это имеет место быть. И тем ценнее победы, и более того, мы играли с организованной командой, с дисциплинированной командой. И у нас тут попалось, скажем так, обе такие, «Энергетик» и «Ислыч», примерно схожий акцент, схожая динамика. И я понимал, и мы понимали, что это будет крайне тяжелая игра, и крайне тяжелые поводные условия ко всему этому довесия будут. Но тебе дороже победы. Да, и безусловно, я безумно рад. Я очень рад этой победе и благодарю ребят за то, что они ни в коем случае не сдавались ни в одном эпизоде. Мы пытались играть, пытались акцент ставить, пытались выполнить то, что мы моделировали, и это получилось. Несколько матчей с удалением команды, есть в этом какая-то системная проблема, или это все отдельная история? Знаете, может быть, это и есть как-то системная, и мне сложно сейчас сказать, насколько это системно, не системно. Ну, наверное, что-то в этом есть, раз три удалили, три игры подряд и три удаления, наверное, в этом что-то есть. Ну, надо разобраться, надо подумать, если мы в первом матче видели, скажем так, хотя в те же ворота, да, и в первом матче. Также тут Ковалев сыграл руками, там Зайц сыграл руками. Если по Зайцу, то вопрос концентрации, концовка тайм на концентрации и вопрос реакции на игровый эпизод, чего он играет руками. Если брать эпизод с Саичичем, то немножко мне кажется, что там больше удаление высосано с пальца, вот. Но, тем не менее, опять же, есть удаление, вот. А сейчас, ну, немножко ошибся, ошибся, но я думаю, что это также обусловлено погодными условиями, погодными все-таки 90 минут, и, скажем так, да, соперник где-то магнитал, но в большей степени Ковалев занимался организацией обороны, ну, и немножко не рассчитал. Пуле подсохло, может быть, и этот компонент сыграл, потому что где-то влажно, а где-то оно подсохло уже. Ну, сложно сказать, понимаете, погодные условия, они влияют, и тут не надо от этого избавляться и говорить о том, что нет, мы не почувствовали жары. Нет, мы не почувствовали жары. Равно как и Исыч почувствовал жару. Исыч еще в том тайме пыталась нагнетать, пыталась отыграться, и, конечно, команда хотела отыграться. Ну, они атаковали, мы защищались. Были бы мы в другом положении, мы бы атаковали, они защищались. Тем не менее, оно не отменяется того, что было жарко и не совсем комфортно. Только что Артем Александрович Розьков сказал о том, что Гомель, по его мнению, одна из самых организованных команд чемпионата. И нам тоже со стороны показалось, что с первых по 90 минут до этого эпизода, с удалением колкипера, вы полностью вели игру. За счет чего это получилось? То есть, как вы настраивали свою игру команды, и как вы работали по изначальности? Мы анализировали и видели, какие акценты они могут ставить, и какие акценты у них могут быть в другом порядке. Исходя из этого, мы организовываем свою оборону, мы организовываем свою атаку, мы организовываем стандарты те же, и пролегло, наверное, ну и я предполагаю, что пролегло то, что соперники не создал моменты. Конечно, скажем так, немножко резваясь поплыл, но, опять же, поплыл немножко некорректно. Но утомился, может быть, опять же, солнцем, но и пришлось перестроиться, в некоторой степени перестроиться сугубо по позициям, людей поменять по позициям, переместить их. Ну, подготовка, подготовка к матчам, подготовка к чемпионату, наверное. Вы знаете, сказать коротко, ну и коротко сложно сказать. Понимаете, почему? Потому что, ну, есть большой пласт работы, который выполняют не только я, выполняют мои коллеги. И мы хотим обыграть соперника, победить соперника, ровно как соперник нас хотел, хочет победить. И это влечет за собой то, что как Ислыч сегодня конкретно матча готовилась к нам, так и мы к Ислычу готовились. Они хотели нас победить, и мы хотели их победить. Ну, вот, наверное, так. Спасибо. Если ты отвесел в вашем присутствии. Да, спасибо огромное. Спасибо большое. Продолжение следует...